Образовательная акция «Тотальный диктант» охватила в 80 стран мира. Участие в ней приняли рекордные 236 тысяч человек. В России классы проведения диктанта были открыты более чем в тысячи населенных пунктах. Город Семилисинец не остался в стороне и присоединился к проекту. Всех желающих проверить свои знания русского языка собрала городская гимназия. Альмира Новоселова расскажет подробнее. Как называется древнеславянская азбука? Включить свой мозг в работу в выходной день участникам помогла интеллектуальная игра «Ворошиловский стрелок». А те, кто волнуется перед испытанием, могли посетить площадку «Арт-перемена». Незатейливые раскраски помогли отвлечься и расслабиться. Именно в день «Тотального диктанта» члены молодежного совета дали старт проекту «Территория грамотности», который будет длиться в течение года. Все жители нашего города смогут в социальных сетях участвовать в тесте. Тест будет выкладываться каждый месяц. Таким образом, по итогам 12 месяцев мы выберем самого грамотного гражданина нашей страны, который сделает все тесты успешно. Помимо этого, можно каждый квартал подводить итоги и тоже выявлять победителей на каждом этапе. Затем каждый участник образовательной акции «Тотальный диктант» должен был пройти регистрацию. Сделать это необходимо, чтобы в дальнейшем узнать свой результат. Если участник не желает, чтобы знали его фамилию, имя, отчество, то он может указать псевдоним, и это будет анонимно на протяжении от начала до объявления результата. Даже если человек указал настоящую фамилию, имя, отчество, он увидит только сам свой результат. Лабутнанцы пишут «Тотальный диктант» уже не в первый раз. Год от года участников становится все больше. В этот раз проверить свои знания русского языка решили 159 человек. «Пришла поддержать сына, ну и проверить свои знания. На самом деле тянет в образование, в школу. И вот хочется поучаствовать, поволноваться, вспомнить, что такое парта». «К учебникам и к правилам русского языка мы обращаемся не так часто. Последний раз это, наверное, было в школе и в институте. Некоторые ошибки, которые для меня явно очевидны иногда в социальных статях, как пишут, режет глаз, режет ухо, режет слух. Есть такое дело, но все-таки стараюсь следить за грамотностью своей речи». Лабутнанские филологи начали проверку работ в этот же день. Затем отправили их на модерацию в Новосибирск, родину «Тотального диктанта». Узнать свой результат участники смогут в личном кабинете на сайте после 17 апреля. Альмира Новоселова, Григорий Волков, программа «Время местное».